так ну что я думаю можно потихоньку начинать смотрите значит я сегодня хотел продолжить историю про то каким бывает долгосрочное поведение дифференциальных уравнений и до сих пор мы в основном рассматривали дифференциальное уравнение с одной переменой с двумя переменами прямой или на плоскости вот и в общем какие вообще предельные поведения мы видели до сих пор давайте им и и и и и и и значит я сейчас говорю про автономное дифференциальное уравнение и и задаю такой вопрос вот если мы устремляем тэп бесконечности что может происходить с решением значит в размерности в размерности 1 что может происходить с решениями как 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 решение могут себя вести стремиться к какой-то точке наверное либо уйти на бесконечность да в общем ничего другого более менее нет если нас интересует если нас интересует именно те ситуации когда решение остается внутри какой-то ограниченной области а как правило именно они нас интересуют по крайней мере с точки зрения этого вопроса то в общем ничего более сложного чем просто стремление к особой точке устойчивому положению равновесия полустойчивому положению равновесия в размерности 1 и не бывает трудно себе представить что это более сложное в размерности 2 значит какая здесь предельная динамика может быть ну опять же точки стремится цикл какой-нибудь может образоваться либо на бесконечность по моему опять же можем улететь на бесконечность всегда можно улететь да этот случай нам не очень интересен да действительно ну вот собственно говоря так а что еще какие еще у вас были варианты а ну точки к равновесию там ну вот всякие особые точки вот эти вот равновесия вот такие есть есть цикл и казалось бы вроде даже все и все не знаю считается ли отдельным случаем когда вот нас типа просто у тебя в любой точке когда начинают ходить по окружности ну вот это когда x точкой равно минус y оно вроде как типа не стремится к окружности но при этом это тоже какое-то странное путение но при этом ходит по окружности да значит действительно но вот если говорить про размерность 2 действительно что бывает значит бывают опять же какие-то предельные точки все стремится к какому-нибудь положению равновесия бывает ну эти самые особые точки бывают разными но так или иначе если мы смотрим если мы взяли траекторию смотрим дальше на ее динамику смотрим что с ней происходит ждем достаточно много времени ну видим картинку какую-то похожую на вот эту с течением времени все выходит просто на какую-то константу бывает более сложная динамика в размерности 2 это предельные циклы про которые мы говорили в прошлый раз а именно вот может быть такая вот какая-то штука есть какая-то замкнутая траектория и другие траектории к ней стремятся если мы в находимся в ситуации когда у нас есть допустим какие-нибудь там первые интегралы чего-нибудь такое то действительно бывает бывает ситуация когда у нас например все орбиты замкнуты все траектории замкнуты что-нибудь такое но надо сказать что вот такая вот штука с одной стороны она приятна с математической точки зрения с другой стороны ну вот на практике такая штука скорее всего у вас не возникнет потому что как раз это такая структурно неустойчивая система ее можно разрушить немножко пошевелив можно вот эти вот траектории которые были чудесным образом замкнутыми если вы добавите небольшой какой-то небольшой какой-то добавочек то вы их легко разрушите вы их легко сделаете так что они перестанут быть замкнутыми и как бы вот нас сейчас в большей степени интересует то что может происходить в таком типичном структурно устойчивом случае и в этом случае действительно могут быть предельные могут быть предельные циклы могут быть особые точки оказывается и это теорема что ничего другого быть не может на самом деле это следствие из классических теорем из теорем Панкера и Бенедиксона о том что в качестве предельных траекторий конкретно в качестве предельных множеств конкретной траектории может быть либо замкнутая траектория либо какая-то штука которая содержит особую точку ну а есть еще одна теорема есть еще одна теорема про то какие системы бывают структурно устойчивыми она говорит что ничего кроме предельных циклов особых точек структурно устойчивых системы быть не может вот то есть в некотором смысле самое сложное что мы можем увидеть вот если мы строим график зависимости какой-то переменной от времени то самое сложное что мы можем увидеть в качестве предельного поведения это ну вот что-то в таком стиле что вот у вас была какая-то траектория она где-то здесь допустим стартовала и вот она выходит на какую-то на какую-то такую периодическую периодическое движение вот и в общем то больше ничего другого тут и нет честно у нас бывает типа по две ну у нас может быть две предельные точки к которым все стремится ну да да конечно конечно это возможно это возможно и две предельные точки и два предельных цикла то есть аттрактор не обязан быть единственным у системы вот эти вот множество к которым все стремится они называются аттракторами ну у этого слова есть более точные определения разные вот я сейчас буду использовать его в таком неформальном смысле и их может быть конечно больше чем одна собственно говоря мы рисовали какие-то такие фазовые портреты наверняка где было больше чем одна предельная точка больше чем одна особая точка ну вот например можно себе представить что-нибудь в таком стиле вот допустим у вас есть здесь скажем какое-нибудь седло от него все уходит допустим вот так приходит вот так и здесь допустим можно представить себе какой-нибудь узел так нет я хочу наоборот хочу чтобы он был аттрактором ну хорошо давайте я щеку сюда каких-нибудь репеллеров насажаю репеллер это точка от которой наоборот все отталкивается ну вот можно себе представить какую-нибудь вот такую вот картинку допустим вот у нас один притягивающий узел будет слева и еще один притягивающий узел будет справа значит у аттракторов есть бассейн притяжения то есть это множество точек которые притягиваются к конкретному аттрактору в данном случае например бассейном протяжения левого аттрактора будет вся вот эта вот область здесь есть сепаратрисы которые разделяют две области два бассейна протяжения и соответственно все что правее вот этой сепаратрисы все будет притягиваться вот сюда вот ну или может быть два предельных цикла например можно себе представить такую картинку что вот у вас есть допустим один предельный цикл устойчивый внутри еще один вот такая возможно картинка например вот это вот устойчивый предельный цикл на него все наматывается а вот здесь вот внутри есть неустойчивый предельный цикл с которого все сматывается а потом внутри есть еще один устойчивый предельный цикл на который снова все наматывается допустим особая точка с которой все наоборот от которой все наоборот уход Сейчас у вас аттрактором или репеллером могут называться только особой точкой или про цикл тоже говорят? Ну, вообще говоря, более-менее какие угодно множества могут. Ну, то есть теоретически аттрактор – это множество. Но в частности предельный цикл – это тоже пример аттрактора. Вот, например, в данном случае здесь будет один аттрактор, вот этот устойчивый предельный цикл, и второй аттрактор – вот этот устойчивый предельный цикл. И, соответственно, их бассейны протяжения разделяются вот этим вот неустойчивым предельным циклом. Вот, такое тоже бывает. Но как бы индивидуально, если вы возьмете конкретную траекторию, какую-то типичную, вы понимаете, что она будет вести себя как-то вот так. Вот. И, как я уже сказал, это теорема о том, что ничего другого на плоскости не бывает. В типичном случае, в структурно-устойчивом случае. Вот. Вопрос. А что бывает в размерности 3? В размерности 3 и выше. Ну, видимо, точно будет все то же, что и раньше, что-то еще. Да, то же, что и раньше, конечно, может быть, потому что мы можем легко сделать какую-нибудь систему, в которой… ну, вы можете сделать как бы систему с инвариантной плоскостью, да, вот, можете представить себе систему, которая будет устроена так, что у вас на x, y какие-нибудь написаны уравнения, и еще вы можете добавить третье уравнение, скажем, z с точкой равняется минус z. Тогда у вас на плоскости z равняется нулю. Во-первых, она будет инвариантной. Если вы стартуете с плоскости z равняется нулю, то вы на ней останетесь, да, в силу третьего уравнения. А с другой стороны, значит, во-первых, на этой плоскости будет какая-то динамика своя. Во-вторых, все остальные траектории будут приближаться к этой плоскости и, в конце концов, следовать динамике, близкой к динамике на этой плоскости. Будет какая-то вот такая вот картинка. Вот, поэтому действительно то же самое, что и выше может быть. Но может быть что-то еще. Уже если вы что-то говорили на прошлом занятии про ТОР? Да. Но ТОР – это не самое интересное. ТОР можно сделать. Я, кстати, понял, что, в принципе, можно сделать, наверное, и так, чтобы сфера была бы предельно множеством каких-то траекторий. Это будет не структурно устойчивая система. Но, в принципе, сделать, видимо, все-таки можно. Но, на самом деле, ну, как бы, допустим, если у нас есть инвариантный ТОР, к которому все стремится, или еще какое-то такое многообразие, ну, это в целом находится в русле тех же картинок, которые были выше. Да, у нас есть, ну, там, не так много, бывает, каких-то кривых, которые бы годились на роль аттрактора, допустим, в размерности 2. Просто так, из чисто топологических соображений. В размерности 3, ну, бывает больше всяких разных многообразий. Но оказывается, что в размерности 3 и выше аттракторами могут быть не штуки, которые не являются многообразием. Кстати, вообще слово многообразие знакомо? Знаете, что такое многообразие? Ну, что такое линейное многообразие, знаем. Вот, в принципе, наверное, не очень. Ну, так, а что такое линейное многообразие? Это линейное многообразие, это множество решений линейного уравнения, сдвинутые на какой-то вектор. А, то есть это то же самое, что афинное предпространство, видимо. Окей, я понял. Значит, ну, многообразие – это математическая формализация понятия поверхность. То есть это какие-то штуки, которые локально выглядят как кусочки РН, кусочки плоскости, как-то деформированные. А глобально могут иметь более сложную структуру. Ну, примеры многообразия – сфера, ТОР. Или, например, если говорить про R3, то там бывают многообразия, например, такие-то сферы с ручками. Взяли сферу, приклеили к ней какое-то количество ручек. Вот, например, представьте себе, вот если вы представите себе обычную гирю, да, то это будет сфера с одной ручкой. Это штука, которая на самом деле гомеоморфна ТОРу. Это то же самое, что и ТОР. А можно представить себе такую странную гирю, к которой приклеили не одну ручку, а несколько ручек. Вот это будет тоже пример многообразия. Ну, или, скажем, крендель. Это два таких бублика склеенных. Такая вот штука. Это тоже пример многообразия. Ну, всякий раз, когда я говорю слово многообразие, самый простой способ об этом думать, это просто предполагать, что я говорю слово поверхность. Это примерно одно и то же. А кусок плоскости – это тоже многообразие? Ну, есть понятие многообразия. Бывают многообразия вот такие вот типа сферы или ТОРа. Это многообразие без края, компактное многообразие. Многообразие, которое является компактным пространством. То есть если у вас есть последовательность точек, последовательность точек из этого многообразия, которое куда-то стремится, то она стремится тоже внутри этого. То она стремится, ее предельная точка тоже находится внутри этого многообразия. И в окрестностях любой точки это многообразие выглядит как кусочек РН, как РН, кусочек линейного простанства, деформированного. Если вы возьмете просто кусочек плоскости, если он открытый, то эта штука не будет… Если у вас, допустим, есть кусок плоскости, то у вас есть два варианта. Либо вы включаете границу в него, либо не включаете. Если вы не включаете границу, то эта штука не является компактной. Если вы включаете границу, то тогда неправда, что в окрестности любой точки эта штука выглядит как кусочек плоскости. То есть она не выглядит именно… Если я возьму граничную точку здесь, то окрестность этой граничной точки, окрестность нашего множества, взятая вокруг этой граничной точки, она не будет гомеоморфным кусочком РН, потому что она будет гомеоморфным отрезанным кусочком РН. В общем, короче говоря, такие штуки тоже бывают. Они называются многообразие с краем. А куб тогда тоже получается не многообразие? Куб, если его рассматривать как трехмерную штуку, то есть со внутренностью вот такую штуку рассматривать, это будет тоже многообразие с краем. Если его рассматривать как поверхность куба, то это будет штука, которая гомеоморф на сфере. То есть с точки зрения топологии, которая изучает многообразие, которые не обязательно являются гладкими, куб – это штука, которая гомеоморф на сфере. Ну а с точки зрения… Сейчас у нас возникает та же проблема, что мы смотрим на точку на плоскости около границы куба, и у нас соседние точки вправо закончатся, но они дальше будут только вниз. Ну сейчас, вы про какой куб говорите? Вы говорите, так сказать, про куб, сделанный из бумаги? Поверхность куба бумажная, да. Поверхность бумажная. Ну сейчас, тогда в окрестности любой точки, если вы смотрите на окрестность в трехмерном пространстве, у любой точки, то там она выглядит как кусочек РН. Ну то есть он может быть сложенный какой-то, но вот вы можете теоретически, смотрите, идея такая. Вы берете любую точку куба, вырезаете окрестность, вокруг этой точки и как бы расправляете ее. Ну, из бумаги плохо, потому что из бумаги не расправится, но если представить себе, что она сделана из пластилина, то вы можете взять и расправить, значит, вот такой вот кусочек, кусочек поверхности куба, вы можете расправить, и получится что-то похожее на кусочек, на открытый кусочек плоскости. Ну, короче говоря, вот такие бывают многообразия. Это просто какие-то, ну, в данном случае это просто, как правило, какие-то вот такие вот замкнутые поверхности. Ну, на самом деле, конкретно в R3 ничего кроме сфер с ручками на самом деле не бывает. По крайней мере, если вы смотрите на ориентируемое многообразие, бывают очень ориентируемые. Ну, ладно, я немножко увлекся топологией дифференциальной геометрии. Это сейчас скорее топологии. В общем, короче говоря, поверхности многообразия – это какой-то, по крайней мере, понятный объект, который можно себе представить. Оказывается, что в качестве предельных множеств в R3 или в больших размерностях действительно могут быть какие-то многообразия. А сейчас вот такой вопрос насчет сфер с ручками. Разве если у нас есть условно сфера, которая с полостью внутри, в ней проделаны три дырки, это тоже будет с ручками? Нет, если дырки проделаны, это будет уже многообразие с крами, там будет некомпактное многообразие. Если именно просто вырезаны дырки. Нет, ну а в смысле, что, как бы сказать, что ручки, если в ручке прорезать еще арку, если в ручке арка есть. Арка в ручке. Ну, то есть в полость имеется не два, то есть это именно что, не разные ручки, а одна, у которой больше двух этих проходов арка. Знаете, я, честно говоря, не очень понимаю по описанию. Можете потом после лекции прислать картинку, как вы себе это видите. Вот. Хорошо. Ну, давайте вернемся к дифференциальному уравнению. Легко себе представить систему, у которой есть, допустим, какой-нибудь иновариантный ТОР. Но оказывается, что бывает не только это. Значит, в размерности 3. Три и выше. Бывают аттракторы, не являющиеся многообразиями. Они называются странные аттракторы. Ну и давайте мы немножко поговорим про странные аттракторы, связанные с этим динамикой. Давайте я покажу сейчас видео. Значит, я, да, прежде чем показывать видео, давайте я скажу про какую систему я буду говорить. Значит, бывают странные аттракторы, и эти странные аттракторы связаны с хаотическим поведением. Значит, что такое хаотическое поведение, причем здесь странные аттракторы? Давайте я приведу такой пример. Двойной маятник. Значит, это такая довольно простая механическая система. Значит, мы обсуждали, как устроен обычный математический маятник. Значит, у нас есть стержень, невесомый, к нему привязан грузик. И мы знаем полностью вот про... Что-то картинка не меняется. Так, сейчас. У меня изменяется. Пока я имею в виду, двигается сюда. Вот сейчас было изменение. А, все есть. Да, вот сейчас... Ага. Спасибо. Вот. Значит, мы обсуждали обычный маятник. Математически про него мы все знаем. Он там колеблется, понятно как, может прокручиваться, если его достаточно сильно запустить. Мы у него полностью умеем рисовать фазовый портрет. В общем, все на свете знаем. Давайте мы сделаем небольшую модификацию этого маятника. А именно мы к грузику приделаем еще один маятник. То есть у нас появится такой второй маятник на подвижном основании. То есть у нас теперь эта штука умеет крутиться вот здесь. у нее есть один угол и у нее есть второй угол. Какая будет размерность фазового пространства такой системы? Четыре. Четыре, да. Значит, размерность фазового пространства. Вот. Ну, эта штука не в размерности 3, а в размерности 4. Но на самом деле тут есть первый интеграл, а именно энергия. Поэтому с помощью первого интеграла вы, в принципе, можете сократить размерность фазового пространства до 3. Вот. И дальше. Как будет эта система себя вести? Ну, давайте я покажу какие-нибудь симуляции. Я тут вам заготовил роликов на YouTube. Так, ну, давайте начнем с вот этого. Так, давайте я начну ближе к началу. Значит, как-то вот так вот он движется. И, в общем, просто по тому, как это все выглядит, ну, так сходу непонятно, что вообще происходит. Видно, что движение довольно-таки, довольно странное. Но вот заранее довольно трудно сказать, допустим, сколько раз он прокрутится, сколько раз нижний маятник прокрутится в очередной раз. И в какую сторону он прокрутится. Казалось бы, система довольно простая, но динамика у нее вполне нетривиальна. Но понятно, что вот то, что я сейчас описал, это какое-то неформальное описание. Я говорю, что система выглядит как-то, ну, что ее динамика как-то какая-то довольно необычная. Но что я точно подразумеваю, когда говорю, что система хаотическая? Ну, вот смотрите, что означает, что хочется сказать про... Каким свойством должна была дать система, про которую можно сказать, что она хаотическая? Что обычно у нас подразумевается, когда мы говорим хаос? В принципе, это означает, что нам трудно предсказать ее будущее. То есть вот про обычный маятник у нас есть хорошая интуиция, кроме того, что у нас есть дифференциальное уравнение, у нас есть еще хорошая интуиция, которая нам говорит, что будет происходить с ним в следующий момент времени. И что произойдет не просто в следующем моменте времени, а что произойдет через минуту. В случае с двойным маятником как-то эта интуиция не очень работает. С чем это связано? Ну, вот оказывается, что это связано с таким явлением, которое называется зависимость от начальных условий. Что это значит? Это значит, что если вы стартуете... Представьте себе, что у меня есть такая штука. У меня есть какое-то стартовое состояние, а есть близкое к нему стартовое состояние. Ну, собственно говоря, вот как на этой гифке. И если траектории, которые соответствуют этим стартовым состояниям, быстро расходятся, то это как раз и означает, что вам довольно трудно предсказывать, что произойдет с конкретной траекторией. Потому что любое ее маленькое изменение приводит к тому, что ваши предсказания перестают иметь какую бы то ни было предсказательную силу. Тут такой вопрос. Казалось бы, для двумерного случая, например, предельного цикла, это тоже верно. Можно взять точку снаружи него, можно тут внутри и совсем небольшую резницу. а при этом выйти может результат весьма различным. Значит, ну, на самом деле, в случае с... двумерными системами... В случае с двумерными системами, смотрите, что бывает? Давайте посмотрим, какие явления похожи на эту... чувствительность к начальным условиям, как это называют, бывают в случае с... двумерной системой. Так. Или мы... Или имеется в виду, что мы в случае двумерных системы берем две разных точки из двух разных бассейнов притяжения, они-то по-разному работают, а тут мы берем вроде как вообще не из бассейна притяжения, начальные условия, и все равно получается что-то странное. Да. Значит, действительно, вот в случае двумерной системы может такое быть, что вы, например, вот представьте себе, что у вас было стартовое начальное условие, было где-то вот тут, вот на этой сепаратрисе. Тогда сама это... сама траектория, которая соответствует в этом начальном условии, она стремилась к вот этой особой точке. Но если мы ее совсем чуть-чуть пошевелили, то вот эта траектория начинала стремиться к вот этой особой точке, а если мы ее пошевелили в другую сторону, то она стремилась к вот этой особой точке. Вот пример такой неустойчивости чувствительности к начальным условиям в системе с двумя переменными. Проблема в том, что в случае с двумя переменными вот эта ситуация, ситуация чувствительности, она редкая. Она относится фактически только вот к этим вот сепаратрисам. Ну и там дальше к границам области, к границам бассейна протяжения. То есть у вас есть два разных аттрактора, у них есть бассейны протяжения, у этих бассейнов протяжения есть какие-то границы. Да, если вы находитесь на границе, то действительно маленькое отклонение приводит к тому, что у вас будет серьезное маленькое отклонение в начальном условии приводит к тому, что у вас большие отклонения в результате. Но если вы возьмете типичную траекторию, если вы выберете случайно выразуме ткну точку в фазовом пространстве, ничего особо страшного у вас не произойдет. Если я возьму вот эту точку, то она будет стремиться вот сюда. И если я возьму какую-то близкую точку, она будет стремиться туда же. Ее предельная динамика будет такой же. Если у нас есть предельные циклы, то история примерно такая же. Если я возьму вот здесь точку, она будет стремиться к предельному циклу. И если я возьму какую-то близкую точку к ней она тоже будет идти вблизи моей траектории и будет в конце концов две точки если их выпущу вот отсюда они изначально близки и они дальше с течением времени тоже будут тоже будут близки друг другу они не будут когда далеко друг от друга разбегаться бывают исключения вот типа сепаратрис сёдел или например вот здесь вот исключением будет вот этот вот неустойчивый цикл тоже точки которые близки к этому неустойчивому цикла они могут вести себя сильно по-разному они могут разбегаться но это в неком смысле такое редкое явление чем отличается двойной маятник и другие такие хаотические системы от того что я нарисовал выше это тем что у них множество тех начальных условий которые которые обладают этим свойством устойчивости к чувствительности к начальному условию оно большое вы можете наугад вот если у вас есть двойной маятник да вы можете но более-менее наугад выбрать начальное условие пнуть его ну собственно говоря мы увидели прям реальную физическую систему реальный физический маятник и попасть в начальное условие которое будет обладать этим свойством а значит почему эта чувствительность от начального условия так важно значит чувствительность начальному условию что вообще это все значит значит это означает следующее что вот вы выбираете две траектории да значит у вас две стартовые две стартовые точки и пусть расстояние между ними будет какое-то маленькое какой-нибудь эпсула и оказывается что в системах которые которые мы будем обсуждать в хаотических системах расстояние между этими траекториями начинает расти причем растет она экспоненциально по времени это означает что у вас типа через время t здесь будет расстояние уже эпсилон умножать на е в степени какая-то константа на т принципе это не удивительно для дифференциальных уравнений на что что-то разбегается экспоненциально ну потому что такое поведение не можем устроить в двухмерном пространстве там типа кажется если взять два цикла а вот не можем вот не можем потому что траекториями запрещено пересекаться и опять же вы конечно для конкретной траектории такое можете сделать но сделать так чтобы у вас было таких траекторий много чтобы они образовывали на целую область открытую область в пространстве начальных условий вот такого сделать не можете есть чисто топологические препятствия которому которые этому препятствуют это связано просто с топологии плоскости с тем что там бывают ну вот с тем что как бы траекториям трудно возвращаться самим к себе и в общем там есть на эту тему некоторые топологические препятствия вот почему почему вот такое поведение важно с практической точки зрения ну вот что она говорит представьте себе что вы что у вас есть какой-то катериальный процесс который описывается дифференциальном уравнении допустим ну вот такой самый самый прикладной самый практический пример всей этой истории про механическую динамику это предсказание погоды мы 100 лет назад могли предсказывать погоду примерно на пару суток вперед и сейчас умеем предсказывать погоду ну так примерно на пару суток хоть какой-то смыслный прогноз доступен на неделю несмотря на то что у нас появилась появились гораздо мощные более мощные компьютеры чем были 100 лет назад прям скажем 100 лет назад вообще никаких компьютеров не было у нас появились метеостанции во многих местах и в общем наука вроде как не стояла на месте но тем не менее прогнозировать погоду мы не умеем больше чем на неделю почему это так ну вот собственно говоря как раз из-за вот этого явления если у вас есть какая-то система которая описывается дифференциальным уравнением пусть она даже абсолютно точно описывается этим дифференциальным уравнением если это уравнение обладает свойственным чувствительности к начальному условию то происходит такая проблема и вы знаете начальное условие на самом деле с какой-то точностью вы не можете точно сказать что вот даже если я померяю сейчас температуру везде где я могу я померить на земле да у меня есть какая-то сетка метеостанции которые меряют температуру направление ветра влажность в общем все вот это вот все равно мы знаем начальное условие не точно а мы его знаем с какой-то погрешность то есть на самом деле мы знаем что наше начальное условие находится не в конкретной точке оно находится внутри некоторого шарика и если оказывается что траектории из этого шарика ведут себя очень разным образом то есть ведут себя не вот так как нам бы хотелось бы чтобы они бы вели себя ну примерно одинаково а если окажется что они ведут себя очень по-разному с течением времени они разбегаются очень быстро то в общем мы не можем на самом деле ничего предсказывать потому что вот мы возьмем наше конкретное решение да оно как-то вот пойдет но мы понимаем что решение очень близко которое может быть на самом деле реализоваться на практике она может уйти куда-то совсем далеко поэтому ценность наших предсказаний очень ограничена и что означает что расстояние возрастает экспоненциально это означает что если мы хотим улучшить наш прогноз на грубо говоря один день нам нужно улучшить точность определения начального условия в разы то есть каждый каждый день дополнительного прогноза допустим требует чтобы мы улучшали точность скажем в 10 раз и понятно что начиная с какого-то момента просто физически будет невозможно типа если вам нужно для того чтобы улучшить ваш прогноз на один день если вам нужно увеличивать каждый раз количество станций в 10 раз допустим станций метеорологических то понятно что вы сильно далеко не продвинетесь вот вот тут один момент непонятен про эту формулу про я писал нужно я в степени цт казалось бы если взять декритический узел то там просто поэтому по подобию треугольников если мы берем действительно два начальных условия на каких-то близких этих углах а потом на расстоянии епсилон а потом ждем т времени то там как раз получится епсилон умножить на е в степени т да это правда но там но там как бы предельное поведение там это правда да это хороший вопрос значит смотрите дело в том что если мы рассматриваем какой нибудь какой нибудь особой точкой типа узел то у нас действительно траектории там легко могут разбегаться почему это не тот эффект про который я сейчас говорю это потому что как бы в любом случае предельное поведение вот такой системы это уход траектория на бесконечность и это опять же не то что мы как правило моделируем погода не уходит на бесконечность погода остается ну по крайней мере на доступном нам интервале наблюдения погода остается в рамках какой-то ограниченной области внутри внутри фазового пространства да у нас не бывает такого чтобы температура бы становилась бы выше чем 200 градусов цельсия допустим или чтобы скорость ветра становилась бы там больше скорости звука вот то есть мы можем если представить себе вот всю эту систему типа погода на земле это система которая живет внутри какого-то фазового пространства внутри какого-то ограниченного куска фазового пространства и во всей этой науке связанной с хаотической динамикой интересно как раз вот такая ситуация когда с одной стороны решение не уходит на бесконечность а с другой стороны они ведут себя они вот так вот друг от друга друг от друга убегают сейчас а вот тут конечно вопрос насчет ухода это наверное не уход на бесконечность теории из сопоставимых землей планет есть Венера и Марса где явно что-то уходит по крайней мере за пределы привычных ограничений ну это другая система это другие системы я говорю я сейчас говорю про про ту погоду которую мы предсказываем пытаемся предсказать на земле ну то есть неправда что неправда что ну то есть окей я не говорю про какие-то глобальные процессы да вполне возможно что в совсем глобальном масштабе нас ждет что-то в таком стиле в том числе в том числе на земле там действительно возникают ну то есть там проблемы связанные с глобальным потеплением они как раз связаны с тем что там возникает некоторая положительно обратная связь типа чем Чем теплее погода, тем больше парниковых газов, чем больше парниковых газов, тем теплее погода. Такие явления действительно есть, и это как раз аргумент в пользу какого-то убегания на бесконечность. Но то, о чем я сейчас говорю, это то, что я более-менее уверен, что глобальное потепление не настолько быстро наступает, чтобы через месяц оно наступило. Но тем не менее, никакого прогноза, точного прогноза погоды через месяц не существует в природе. Из-за того, что уже за этот месяц траектории разбегутся достаточно далеко, оставаясь внутри некоторого ограниченного куска фазового пространства. Вот. Окей. Ну и, собственно говоря, если возвращаться к механической системе, к маятнику, то там тоже понятно, что там ничего не уходит на бесконечность. Тем не менее, все происходит внутри какого-то вполне ограниченного куска фазового пространства. Скорости не растут до бесконечности. Ну, в маятнике, по-моему, углы иногда, чтобы до бесконечности. Ну, углы – да, но поскольку угол – это на самом деле точка на окружности, как бы на самом деле, даже если вы сделаете бесконечное количество оборотов, вы можете считать, что вы на самом деле… Ну, так, по-хорошему, например, фазовым пространством маятника, вот обычного маятника, одиночного, являются не… там не R2, как мы рисовали, а по-хорошему, фазовым пространством маятника является цилиндр. Потому что у вас однофазовая переменная – это угол, а угол живет на окружности. А вторая фазовая переменная – это скорость, скорость живет напрямой. И на самом деле фазовое пространство – это цилиндр. И если вы будете делать очень много оборотов, то это просто… вы будете крутиться вот так вот по этому цилиндру. Вот. Поэтому тоже ничего не уйдет на бесконечность. Вот. Ну и, собственно говоря, целью моей сегодняшней лекции – это попробовать понять, а как так получается. Как может быть устроено вот это явление чувствительности к начальному условию, и как оно может быть само по себе устойчивым. То есть как может такое быть, что мы выбираем разные стартовые точки, и дальше у нас получаются совсем разные предельные поведения. Как же в этом случае устроен аттрактор системы? Как устроено то множество, к которому траектории стремятся? Ну, на самом деле, для того, чтобы понять, как это устроено, нам нужно будет немножко отклониться от истории про дифференциальное уравнение, и поговорить про системы, которые, на первый взгляд, выглядят более простыми, чем дифференциальное уравнение, а на самом деле являются более сложными. Значит, нужно поговорить про динамику с дискретным временем. Что такое динамические системы с дискретным временем? Это такая штука. Давайте я в качестве примера приведу модель роста популяции, собственно говоря, которую мы уже обсуждали. Дискретный логистический рост популяции. Как он устроен? Давайте я скажу так, что у меня есть сейчас дискретное время, то есть у меня есть какие-то дискретные интервалы времени. Можно думать, что у меня есть какой-то вид, и я измеряю размер популяции этого вида в каждый год. Бывают виды, которые… У людей размножение происходит непрерывно. Люди не по сезонам размножаются. А бывают виды, которые размножаются по сезонам. У них есть четкая периодичность соответствующих процессов. И тогда размер популяции в следующем году – это просто какая-то функция от размера популяции в предыдущем году. И можно таким образом считать, что у нас время такое дискретное, что это просто номер года. И наша динамика описывается таким образом. Допустим, xk плюс первое – это столько же, сколько было в прошлом году. И, допустим, тут есть какая-то константа. И, допустим, дальше… Хорошо, пусть здесь будет константа k. Значит, это очень похоже… То, что я сейчас написал, это очень похоже на дифференциальное уравнение, которое у нас было. x с точкой равняется k1 минус x умножить на x. Как бы вот эта вот добавочка, которая здесь написана, это штука, которая показывает, насколько сильно изменилась популяция за единицу времени. То есть это штука, которая похожа на скорость изменения. Ну, а дальше у вас есть какое-то стартовое состояние. x первое начальное условие или x нулевое. И если вам известно начальное условие, если вам известно k, то дальше вы можете легко посчитать, что будет происходить с течением времени. Сейчас, я правильно понимаю, что у нас эта система выходит не автономная? Автономная? Сейчас, но здесь же роль времени играет k? Ну, да, но точно так же, как… Ну, как бы здесь роль времени… Ну, как бы здесь вот у нас есть… Смотрите, вот здесь есть производная x с точкой. Здесь вместо этой производной написана просто разница между следующим состоянием и предыдущим состоянием. Можно было бы это записать вот так. xk плюс 1 минус xk. А, сейчас, простите, я понял. Я зря использовал эту букву. Давайте какую-нибудь другую букву. Пусть будет альфа. Да. Теперь автономная. Ну, и давайте, собственно говоря, сейчас сделаем численные эксперименты, посмотрим, как будет вести себя такая система. Кстати, пока я запускаю Юпитер, можете вспомнить, как ведет себя система с непрерывным временем, вот дифференциальное уравнение. Помните, как она себя ведет? Как-то растет, пока в ресурсы не упрется. Да, растет, пока в ресурсы не упрется. И какая у вас есть динамика там предельная? Предельная динамика… Сейчас у нас, по-моему, количество ресурсов там выходит точкой устойчивого равновесия, а ноль точкой неустойчивого равновесия. Да, ну, собственно говоря, так, если возьмете типичную траекторию, то она будет просто стремиться к положению равновесия. И это такая самая простая предельная динамика, какая бывает. Давайте посмотрим, что будет происходить с нашей системой. Давайте посмотрим, что будет происходить с нашей системой. Значит, вот это отображение, которое и я написал. И давайте посмотрим, что будет здесь происходить. Значит, вот этот альфа – это некий параметр, который показывает, насколько быстро в целом происходит рост или, наоборот, вымирание популяции. Давайте сделаем какую-нибудь штуку. Допустим, я хочу нарисовать 100 точек. Давайте выберем какую-нибудь альфу. И нарисуем. Ну, сейчас альфа равняется 0,2, и траектория выглядит примерно так же, как она выглядела бы, если бы это было бы частное дифференциальное уравнение. Ну, собственно говоря, неудивительно. Смотрите, вот то, что у меня здесь написано, при маленьких альфа – это на самом деле что такое? Это то же самое, что я бы решал бы уравнение… x точка равняется вот такой штуке метода Мейлера. Помните, как мы решали уравнение метода Мейлера? То есть к предыдущему состоянию прибавляю какое-то маленькое число, умноженное на вектор скорости. Это оно и есть. Но давайте посмотрим, что будет происходить, если я буду увеличивать альфу. Ну, оно быстрее уходит к положению равновесия, но пока ничего особо интересного не происходит. Еще быстрее. Давайте сделаем поменьше точек здесь. Так, смотрите, значит, вот сейчас произошло что-то чуть-чуть более новое. А именно, смотрите, вот здесь вот у нас возник момент, которого не могло быть в дифференциальном уравнении. Давайте я явно нарисую. Значит, про что я говорю? Что здесь происходит? Почему этого не может быть в дифференциальном уравнении? Мы прыгнули выше лимита. Да, то есть у нас есть… Мы не должны были пересекать фазовую кривую стабильность. Да, вот если бы это было бы дифференциальное уравнение, то мы там не можем пересечь. Значит, интегральные кривые не умеют пересекаться в силу теоремы существования единственности решения начального условия. А здесь, как видите, мы чудесным образом ее пересекли. Давайте я сделаю еще чуть побольше альфу. Вот. И мы вот здесь выскочили за этот предел. Давайте я, может быть, буду рисовать не всю траекторию, а давайте я буду рисовать траекторию, например, начиная с десятого. Значит, ладно, чтобы было бы лучше видно. Смотрите. Значит, на самом деле здесь возникает интересная штука. Вот что происходит. У нас было вот это положение равновесия, мы через него перескочили. Что после этого происходит? Значит, следующим шагом, ну, понятно, что должно происходить. Начинаем вымирать активно. Перескакиваем через эту прямую назад-вниз. Теперь мы начинаем, опять же, у нас. Следующим шагом мы снова перескакиваем через эту прямую вверх. Как вы думаете, что будет дальше, если я буду еще сильнее увеличивать альфу? Будем еще сильнее перескакивать. Так, и к чему это в итоге приведет? Колебания появятся. Колебания появятся. Да, совершенно верно. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Значит, вот видно, что мы действительно какое-то время колеблемся, но все равно пока что уходим на то же самое предельное поведение. А теперь мы колеблемся дольше и уходим на то же самое предельное поведение, постоянное. А теперь мы колеблемся еще дольше. Колебания все еще затухающие, но скорость затухания становится все меньше и меньше. Та-дам! Здесь вроде тоже затухания. Ну, хорошо, затухания. Ну, давайте сделаем вот так. Ну, тут уже, кажется, никаких затуханий. Это честный такой цикл. Ну, давайте посмотрим, что будет дальше. Значит, еще сильнее увеличиваю альфу. Смотрите, какие штуки возникают. Как бы возникают вот такие... Значит, вот такие вот штуки у них... Вот если раньше у меня было просто колебание, у него был период 2. То есть через две итерации я возвращался туда же, где и был. Теперь у меня возникают вот такие вот биения. И это такие штуки, у которых это, в принципе, тоже можно назвать колебанием. Но только какой у них теперь период? 4 получается. 4, да. Возникает колебание периода 4. И если я еще буду увеличивать альфу, то у меня будет возникать какая-то вот такая динамика. Вот. И давайте я посмотрю... Мне нужен параметр. Давайте, собственно говоря, вот что сделаем. Смотрите, вот для того, чтобы не смотреть каждый раз при каждом значении параметра на вот эту картинку, давайте попробуем просто посмотреть на то, какая именно... Ну, то есть, что именно мы увидим в качестве предельного поведения. Вот просто подождем достаточно долго и посмотрим, что мы увидим. Значит, я хочу нарисовать такую картинку, где по горизонтальной оси будет значение параметра альфа, а по вертикальной оси будут те точки, которые мы посещаем в пределе. Тот аттрактор, который у нас в результате получается. Давайте попробуем это сделать. Значит, что мне нужно сейчас сделать? Значит, я хочу выбирать разные значения альфа. Так, мне нужен numpy. Сейчас я напишу какой-то медленный код. Допустим, от нуля до... До кода мы там добрались? До 2,7? Пусть были до 4 или до 3. Давайте мы здесь сделаем побольше точек. Допустим, вот так. И чего я хочу? Ну, допустим, такую штуку. Значит, по x я хочу альфу. Давайте так, допустим. А по y, соответственно, я хочу кусок траектории. Правда, я написал? Нет, не правда, я написал. Вот так я хочу. Давайте посмотрим, как все это будет работать. Никак не работает. Нет. А, нет, работает. Вот они наши точечки. Давайте я их сделаю поменьше и каким-нибудь одним цветом. Так. Так, нужно x, наверное, выставить. О, вот она, та самая картинка, которую я хотел нарисовать. Давайте я увеличу количество итераций. Вот она. Смотрите, значит, вот эта вот штука соответствует тем стартовым условиям, когда мы просто выходим на положение равновесия 1. Точнее, не стартовым условиям, а тем параметром альфа. Вот эта вот штука соответствует тем моментам, когда у нас возникает цикл длины 2. Мы движемся между двумя точечками. А вот эта вот штука, это когда у нас возникает цикл длины 4. Это вот такие вот биения, которые здесь были. Так, давайте посмотрим. Значит, это альфа примерно что-то типа 2,5. Длины. Вот они. Вот такие вот биения. И вот дальше вот видно, что где-то вот здесь. Ну, окей, у меня сейчас слишком большие точки. Давайте я попробую сделать поменьше размер маркера. Ой, как это делается-то. Кто помнит, как в Plotlib сделать, изменить размер маркера? Marker size. Да. На самом деле, если присмотреться, то вот здесь вот видно, что тут еще возникают какие-то вот такие вот... Значит, здесь были траектории, периодически с периодом 2, дальше с периодом 4. Тут на самом деле есть траектория с периодом 8 и так далее. Но начиная с какого-то момента, где-то вот здесь, у нас динамика становится хаотической. Давайте посмотрим, как это выглядит. Сейчас там проектов получается, что ли? Там получается некоторое множество, да, которое обладает какими-то самоподобными свойствами. Ну, в частности, потому что вот до какого-то момента она ведет себя как вот такой дерево. Значит, у вас здесь происходит разветвление, собственно говоря, бифуркация. Дальше происходит еще одна бифуркация, дальше там еще одна бифуркация. Если увеличить, и давайте мы возьмем альфа, например, от 2,5 до... Докуда? До 2,7, допустим. Вот, смотрите, какая красота. Значит, вот, собственно говоря, происходит разветвление еще одно, потом еще одно. Действительно, вот здесь получается такая фрактальная структура. Вот, и вот где-то вот здесь динамик становится совсем хаотической. Давайте посмотрим, как это выглядит. Допустим, если я возьму альфу 2,7. И давайте я возьму и нарисую, во-первых, побольше кусочек. Во-вторых, давайте я нарисую 2 траектории с близкими начальными условиями. Значит, давайте я все это оберну в функцию. Следующий раз. Вот смотрите, я запустил два начальных условия. Ну, хорошо, давайте посмотрим все-таки на начало последовательности. Значит, я хочу рисовать от старта до стопа, а здесь я хочу, чтобы это был стоп минус старт. Так что ли? Значит, давайте посмотрим на какой-то начальный кусочек. Значит, допустим, от нуля до 30. Видите разницу между траекториями? Не видно. Давайте возьмем побольше кусочек, до 100. Вот здесь видно, что вот где-то здесь в моменте около 50-й итерации траектории начинают расходиться, и дальше они расходятся довольно сильно. Давайте я, может быть, использую разные цвета, чтобы было. Кстати, вот эту штуку можно вообще убрать. Вот так будет нормально. Вот здесь вот мы вообще не видим ничего синего, потому что оранжевая траектория его забивает. А дальше они не похожи друг на друга вообще. И если я сейчас в 10 раз уменьшу разницу между ними, это практически не повлияет на результат. Потому что разбегание траектории происходит экспоненциально. Могу еще... Ну вот видно, что момент разбегания сдвигается вправо, но при этом для того, чтобы его сдвинуть совсем далеко вправо, мне приходится добавить сюда кучу нулей. Да, то есть сблизить точки в тысячу раз. Или в 10 тысяч раз. И все равно не помогает. На самом деле, я думаю, что оно и не поможет, потому что у нас уже вычислительная ошибка накапливается. И у нас уже разница возникает даже не из-за того, что у нас начальные условия разные, из-за того, что у нас разница, которая возникает из-за накопленной вычислительной ошибки, больше, чем разница, которая непосредственно связана с этой разностью в стартовых и начальных условиях. Вот. Ну вот видно, что при вот таком значении альфа у нас динамика вот этой простой системы оказывается такой вот хаотической. Вот. Она начинает быть чувствительной, чувствительно зависит от начального условия. Ну и, собственно говоря, дальше возникает вопрос, а почему так происходит? И, конечно, на этот вопрос можно немножко по-разному отвечать. С одной стороны, можно прослеживать за тем, что происходит вот в этой части картинки, как мы приходим, как мы доходим до жизни такой. Здесь, на самом деле, возникает интересное явление, которое называется каскадной бифуркацией. Но я сейчас не совсем про это хотел поговорить. Я хотел поговорить, как, в принципе, отображения могут обладать вот такой хаотической динамикой. На самом деле, легко могут обладать. И, на самом деле, очень легко привести пример отображения, которое точно такой динамик обладает и понятно даже, откуда она берется. Ну вот, смотрите, самый простой пример такого хаотического отображения – это вот такое. Это называется отображение удвоения окружности. И оно просто, ну, что оно делает? Оно просто берет точку на отрезке от нуля до единицы, удваивает и назад ее запихивает на окружность с помощью мод 1. Почему я говорю, что это отображение обязательно хаотическое? Значит, как увидеть, что оно хаотическое? У нас вроде бы даже, если мы возьмем большой х… Ну, давайте считать, что у нас х всегда находится на отрезке от нуля до единицы, потому что… Да, ну, большой в смысле, например, близкий не к нулю, а к единице или посередине, то у нас небольшое отклонение может повлиять на то, будет ли что попадет под модуль, что будет выброшено, а что нет после умножения. Да, ну, собственно говоря, если посмотреть на то, как это отображение действует… Вот, смотрите. Значит, что такое вот это отображение? f от х равняется 2х по модулю единица. Значит, ну, можно про него думать по-разному. Можно думать так, чисто с точки зрения такой картинки. Значит, это отображение удвоения угла. Можно думать, что умножение точка живет на окружности, что х – это на самом деле просто угол. И дальше под каждой итерацией он удваивается. Что будет, если мы возьмем 2 очень близких угла, 2 очень близкие стартовые точки? Ну, понятно, что вот они были близко. Когда мы их удвоим, они, так сказать, если они были очень близки, то они останутся тоже более-менее близки, но расстояние между ними увеличится вдвое. И дальше, если мы будем этот процесс итерировать, понятно, что на каждом шаге расстояние будет увеличиваться вдвое. Ну, до тех пор, пока это расстояние не слишком большое. Понятно, что расстояние не может увеличиваться всегда вдвое, просто потому что у вас окружность имеет конечный размер. Но, по крайней мере, до тех пор, пока сами по себе эти точки близки, до тех пор, пока расстояние между ними меньше, чем 1 четвертая. Каждый раз, когда мы действуем на них этим отображением, расстояние, если считать расстояние, что расстояние между двумя точками на окружности – это длина кратчайшей дуги, которая их соединяет, такое расстояние по геодезической. Ну, вот видно, что оно будет увеличиваться каждый раз вдвое. И это означает, что, опять же, что у вас как раз есть вот такое экспоненциальное разбегание. Маленькие исходные расстояния увеличиваются экспоненциально с течением времени. Или можно думать так, что вот что такое удвоение окружности. Если я запишу x в виде такой бинарной, в двоичной системе исчисления, в виде такого бинарного числа, то что делает это отображение? Добнажает на 2 и выкидывает то, что перед запятой. Да, это просто сдвиг на 1 бит влево и выкидывание то, что перед запятой. То есть просто вот такая штука. Что это означает? Смотрите, это означает, что если я рассматриваю два разных стартовых икса, которые отличаются где-то далеко. Вот, допустим, у меня есть вот такой x, а еще у меня есть другой x, который отличается вот в этом бите. Но это означает, что разница между ними – это 2 в степени минус то, сколько бит здесь мне нужно пройти, прежде чем я найду первое различие. Но при этом понятно, что если у меня здесь есть разница вот в этом бите, то когда я сделаю достаточно много сдвигов, собственно говоря, как раз примерно логарифм разности сдвигов, то это различие окажется вот здесь. И это будут две совсем далекие точки, точки, которые будут на противоположных концах окружности, грубо говоря, с противоположных сторон. И почему мне нравится вот это представление в двоичной форме, вот эта интерпретация? Ну, потому что можно думать так, что вот когда мы задаем какое-то конкретное начальное условие, мы задаем какой-то его стартовый кусочек, а все остальное, все остальные биты у нас на самом деле заполнены каким-то шумом, потому что мы их не можем задать абсолютно точно. И дальше можно считать, что здесь просто написано случайные биты. И в таком случае, если мы сделаем достаточно много итераций, чтобы дойти до вот этих вот случайных бит, дальше у нас поведение просто будет определяться ровно ими. Ну и поэтому, в общем, неудивительно, что если я выбираю какое-то более-менее начальное условие более-менее наугад, то дальше у меня возникает динамика, которая на самом деле неотличима от динамики, которая у вас будет, если вы просто будете, если я буду смотреть, например, на, то какой у меня первый знак после запятой, нолик или единичка. Вот этот первый знак, в результате моей вот такой вот динамики, он будет определяться просто, ну вот примерно как подкидывание монетки. Ну вот это такой простой пример дискретной динамической системы, динамической системы с дискретным временем, которая, очевидно, обладает хаотическим поведением. Но дальше возникает вопрос, а при чем здесь дифференциальное уравнение, и как бы мы могли бы что-то похожее реализовать в дифференциальных уравнениях. Ну вот, значит, давайте мы это обсудим на следующей паре, только давайте, наверное, все-таки следующую пару мы отложим, может быть, на другой день. Я сейчас прочитал одну лекцию, чувствую, что мне немножко тяжеловато читать дальше. Так что я думаю, что мы либо в субботу ее проведем, либо еще в какой-то день, который будет удобно. Хорошо? Окей, а можно вопрос такой дать по-домашке? Давайте. Смотрите, там вот есть номер, где нужно сделать анимацию по поводу того, как у нас меняется окрестность точки равновесия, если мы немножко меняем коэффициенты альфа-бета. Вот мы нашли альфа-бета, при которых у нас цикл возникает, один из коэффициентов меняем и смотрим, что происходит. По-хорошему, как это срежиссировать, так сказать? То есть лучше смотреть конкретно на точку, в которой должен образоваться цикл, или каждый раз смотреть за точкой равновесия? По идее, точка равновесия, точка, в которой должен образоваться цикл, это примерно одно и то же, потому что цикл рождается, при бифоркации андронного холфа цикл рождается из особой точки. Потому что просто если менять альфа-бета, там все время будет меняться точка равновесия. Да, 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 она движется, это правда. И нам лучше следить за вот этой, которая будет каждый раз обновляться, вот за ней, или за той изначальной, которую мы как бы уже давили? Честно говоря, я не знаю, как будет лучше, потому что я не знаю, как лучше получится картинка. И я, честно, довел, я, честно, решил эту домашку, там первые сколько-то номеров я, честно, нашел зависимость, не помню, то ли альфа от бета, то ли бета от альфы, какая там находится. Вот, а вот нарисовать эту анимацию я уже сам не нарисовал. Поэтому я не знаю, как будет лучше. Попробуйте так эдак и посмотрите, как вам больше понравится, какая картинка вам больше понравится. Вполне возможно, что там просто нормально зафиксировать какую-то область в фазовом простанстве и просто сфиксированной этой областью рисовать. Я не знаю, будет ли там хорошо виден предельный цикл, или он будет шепко маленьким. Посмотрите, как получится. Там просто проблема в том, что на самом деле цикл на очень маленьком расстоянии от точки происходит. Там очень сильно приближать нужно. Zoom, грубо говоря. Поэтому не очень удобно. Если мы чуть-чуть сдвигаем точку, то там она далеко уходит и не очень хорошо видно. А может быть я рисовал какие-то картинки. Мне казалось, что у меня получалось там предельный цикл, какой-то достаточно хорошо видимый. Может быть нужно просто посмотреть, может быть просто нужно поискать другие значения параметров, так чтобы цикл был более ярко выраженным. Да, вот в этом тоже проблема. Потому что на самом деле, если строить фазовую кривую внутри цикла и вне его, то она на самом деле очень долго прям сходится. В моей точке, по крайней мере, такая проблема была. Попробуйте поиграться. У вас, допустим, один параметр меняется, а другой параметр фиксирован. Попробуйте поиграться с этим фиксированным параметром. Может быть, если его сделать поменьше или побольше, то может быть этот предельный цикл станет более ярко выраженным. Потому что, значит, если я правильно помню, то мне удавалось там нарисовать какой-то вполне ярко выраженный предельный цикл. То есть не то, что он микроскопически, его нужно разглядывать под большим увеличением. Можно сделать нормально, хорошо выглядящее. Окей, хорошо, попробовал. Спасибо. Я то, что хотел спросить про топологию, я имел в виду, вот если взять условно объект типа планетов, которые парили метро. Да. Сеть метро. Это будет все еще считаться ручками, да? А, значит, сейчас. Но если вас интересует поверхность, то да, это просто ручка, которая торчит не наружу, а внутрь. Если вас интересует поверхность земли, в которой прорыто метро, да, это ручка, которая торчит внутрь. А, то есть даже то, что у ручки, по идее, обычно два этих входа, а у метро их на каждой станции, по входу это... Ну, оно все равно будет гомеоморфно. Оно все равно будет гомеоморфно. То есть вы можете, если считать, что ваша земля сделана из пластилина, и вы в ней прорыли какое-то количество туннелей, вы все равно можете ее, значит, вы все равно можете ее некоторым гомеоморфизмом отобразить в такую сферу, в которой будут отдельные ручки, каждая со своим входом и выходом. А, понял. Вот. Сейчас, то есть то, что у них входы и выходы связаны в одну сеть, они гомеоморфизмом разделяются. Разделяются, да, разделяются. Понял, спасибо. Вот. Хорошо. Ну, тогда сейчас на сегодня все. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok